МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире программа НЛО. Неизвестная Ленинградская область. Проект в котором мы рассказываем о культурной жизни 47-го региона. Сегодня в программе премьера спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник» в Театре на Литейном. Гость в студии, создатель постановки Яна Тумина. Где в Гатчинском дворце располагались учебные классы и кубрики курсантов военно-морского училища? Неизвестный проект архитектора Василия Косякова, автора морского собора в Кронштадте. Рецепт приготовления самого летнего блюда – брускетты. Ваше благородие, госпожа удача, любовь и разлука, кавалергардов, век недолг. Все эти песни написаны знаменитым композитором Исааком Иосифовичем Шварцем. 13 мая этого года ему бы исполнилось 95 лет, и эта дата широко отмечалась в Гатчине. Ведь Исаак Иосифович жил неподалеку, в поселке Сиверский. Кстати, в его доме сейчас организован музей. Ну а наша съемочная группа побывала на праздничном концерте. Я, кстати, тоже там был. В Гатчинском кинотеатре «Победа» накануне дня рождения композитора Исаака Шварца прошел удивительный концерт. Он собрал много гостей. Известные любимой публикой песни из кинофильмов прозвучали в исполнении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Исполнять Шварца – это всегда большая радость. Это всегда какая-то удивительная простота, мелодичность, и вместе с ним огромный, вот не видя дна, глубокий внутренний мир композитора. Женя, Женечка и Катюша, станционный смотритель, дикая собака Динго, белое солнце в пустыне – далеко не полный список фильмов, песни из которых прозвучали на концерте. Выбор музыкальных произведений, приглашение артистов, организация мероприятия – всем этим занималась супруга композитора Антонина Владимировна Нагорная. Песни исполнили Ольга Арбенина, Иван Сапунов, Олег Синкин, Дина Гарипова. Возможно, главным событием этого праздника стало выступление народной артистки России Елены Камбуровой. «Любому мужу нет, но звучат ее струны, Дождик осень, поплачь, да мне, Дождик осень, поплачь, да мне, Сегодня у нас в концерте будет очень любимая Исакойщем певица, с которой они были знакомы и дружны 40 лет, это Елена Камбурова. Так что вот она приехала из Москвы, слава богу, все хорошо, в общем, все приехали, чтобы приятно. В Исакойщем я всегда думаю, конечно, каждый день. Он был замечательным человеком, очень добрым, доброжелательным, и, конечно, мне его очень не хватает. Помимо популярных песен из любимых кинофильмов, в этот вечер прозвучали симфонические произведения. Начался концерт с фрагмента из балета «Накануне» по произведению Ивана Тургенева. Это одно из первых сочинений Исака Шварца, написанное им в 1960 году. Удивительно, что вот в этом юношеском языке Шварц еще более близок к Прокофьеву, к Шостаковичу. Мне кажется, очень интересно публике показать, какой этот был путь, с чего все начиналось и как двигалось его творчество. Оркестр таврически часто исполняет композиции Исака Иосифовича не только в нашей стране, но и за рубежом. Стараясь знакомить разнообразную публику с творчеством композитора. Когда у тебя возникают мурашки, после 55-го раза исполняет это произведение. Ведь исполнителям, зрителям об этом не всегда задумываются очень трудно, когда они исполняют одни и те же вещи постоянно. Испытывать тот же накал эмоций и доносить их до зрителей, это многие скажут, что это ваша профессиональная работа. Да. Но чтобы самому испытать, для этого требуется в первую очередь материал, с которым ты работаешь. И вот со Шварцем это всегда получается. В поселке Сиверске, где большую часть жизни провел Исаак Шварц, и где находится его дом-музей, в ближайшее время планируется строительство концертного зала. А художественный руководитель и главный дирижер оркестра Таврический Михаил Голиков надеется, что к столетию композитора в Ленинградской области должен обязательно появиться большой фестиваль имени Исаака Шварца. Для меня композитор, он тогда личность, когда он искренен в своей музыке. Когда даже появляющиеся полутона превращаются в какой-то идеал, когда они разрешаются. И вот эта искренность, когда человек свою душу выказывает на страницах своих произведений, вот это, наверное, и есть то эльдорадо гармонии в музыке, которую достиг Исаак Шварц. Исаак Иосифович был автором симфонической музыки, камерно-инструментальных произведений, но именно работа в кино принесла ему признание миллионов зрителей и любовь жителей всего Советского Союза. И продолжая тему кино. Я предпоследний авантюрист, так говорил Евгений Цыганов, исполняя роль геолога Гурина в фильме «Территория» режиссера Алексея Мельника. А ему задавала вопрос журналистка Ксения Кутепова. Почему предпоследний? Обидно будет, если последний. Напомню, картина рассказывает о разработках месторождения золота на Крайнем Севере. А до 25 июля в музее Выборжский замок вас ждет экспозиция, посвященная освоению Крайнего Севера. Освоение Севера. Тысяча лет успеха. Это интересный масштабный проект. В нем участвуют такие города, как Петербург, Москва, Красноярск, Новгород, Выборг. И это далеко не полный список. Главная идея – показать многообразие северной культуры, историю, традиции и уникальность природы. Стартовал проект с археологической выставки в Великом Новгороде. Теперь очередь дошла до Выборга, в котором до 25 июля пройдет выставка «Помни о Севере». Наша главная была задача показать красоту севера. Что север – это не просто богатство. Север – это не только герои, которые туда зачем-то направляются. Но север – это нечто такое, что влияло и продолжает влиять на художников, на людей творческих, в принципе, на творческое восприятие этого мира. Большинство экспонатов на выставке – из фондов Выборгского музея-заповедника. Но есть и те, которые предоставили партнеры. Например, часть экспозиции о художнике Иване Белии Беничи, иллюстрации к сказкам известны всем, передал Ивангородский музей. Мы можем увидеть как те первые издания сказок с его иллюстрациями, так и те костюмы, в частности, вологодских христианок, которые он во время своей экспедиции на север увидел, купил. Они всю жизнь провели с ним. Он с них писал множество своих героинь. Визитная карточка выставки – картина Николая Рериха «Выборгская крепость», которую великий художник писал с натуры. Она приехала из Московского музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Она никогда до этого не выставлялась в Выборге. И для нас было очень большой честью привезти ее сюда, в Выборг, Ленинградскую область, для того, чтобы действительно все наши посетители могли посмотреть, как видел северный город Выборг великий русский художник. Из фондов Выборгского музея-заповедника на выставке представлена большая коллекция медных литых старообрядческих икон. Нам показалось, что рассказывая историю старообрядческих литых икон, мы как раз рассказываем в том числе один из пластов истории севера, историю старообрядцев, которые туда бежали после реформ Никона и создали такие прекрасные произведения искусства, потому что действительно это произведение искусства очень высокого уровня. Также здесь можно увидеть камни, добытые в каменоломниум из-за Петерлакс, уникальные вещи 10-13 веков, обнаруженные на Карельском перешейке, в Выборгском и Приозерском районах. Это очень красивые вещи, вот часть из них находится в витрине у меня за спиной. Это фибулы, то есть такие красивые броши, позволяющие скреплять одежду. Это капоушки, это просто какие-то женские украшения. Вот это вот, например, очень важный элемент, так называемая равноплечная фибула. Это очень архаичный предмет одежды, он может датироваться 10-9 веков. Почему до нас дошли все эти вещи в таком виде, что они все укладывались в погребение? Помни о Севере – уникальная информативная выставка. Иллюстрации к знаменитому финско-карельскому эпосу «Калевала» сочетаются здесь с вологодским кружевом. Подлинные кисти и краски Ивана Билибина соседствуют с картиной Николая Рериха. Личный дневник и альбом архитектора Андрея Оля дополняют предметы быта. Проект «Освоение Севера. Тысячи лет успеха» продолжается. Следующим городом, рассказывающим о Севере, будет Красноярск. В апреле в Москве прошла 24-я церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска». В Петербург уехали 8 масок, в том числе и одна в номинации «Эксперимент». Ее получила труппа «Упсела цирка» за спектакль «Я басе» режиссера Яны Туминой. А в Театре на Литейном премьера спектакля «Гекатомба. Блокадный дневник». Сейчас сюжет о спектакле. После у нас в гостях режиссер Яна Тумина. 5 июня на сцене Театра на Литейном состоится премьера спектакля «Яны Туминой. Гекатомба. Блокадный дневник». Действие происходит в самое тяжелое время блокады, в первую зиму. Каждый актер играет нескольких людей, реально живших в то страшное время. Спектакль состоит из фрагментов их дневников. У меня мама с бабушкой пережили блокаду. Я как бы знаю и от них, и вроде бы читала много. Но сейчас мы все время открывали для себя что-то новое. И информационное, ну и, конечно, эмоциональное. Мы представить себе даже не могли, как это страшно. По официальным данным, в Еврале от 1742 года в Ленинграде будет 108 тысяч 29 человек. Или 3600 в день. Или 150 в час. Или 2,5 в минуту. С половиной. Герои и их истории переплетаются друг с другом, но не конфликтуют. Единственный конфликт – это борьба. Борьба против обстоятельств за жизнь. Главным героем спектакля стал город Ленинград. Он показан и страшным, и прекрасным, и тяжелым, и помогающим жить, и дающим любовь к жизни. У меня вообще есть какое-то такое ощущение, что это не то, чтобы ода городу. Ну да, наверное, ода. И когда выходишь после того, какой ты информацией владеешь, и что это в уме, и в сердце у тебя, ты выходишь на улицы города и на все смотришь новыми глазами. Спектакль необычен своей нелинейной драматургией, фабулой, которую практически невозможно пересказать. Один в другой переходят образы, появляются куклы в человеческий рост, играет музыка Шостаковича. Смысловая нагрузка передается в первую очередь через эмоциональное воздействие. Тело выделяет какие-то новые ощущения. Не свои. Это преотвратительный урок танца. У нас есть момент, когда мы просто говорим, чего бы хотелось, светлые моменты всей этой жизни. А есть бомбоубежище, где друг на друга, в принципе, никто не смотрит, но они вместе. Они друг друга чувствуют, им не надо друг на друга смотреть. Они просто спинами друг друга чувствуют. То есть их объединяет именно вера. Вера в лучшее, что верили до последнего. Это, конечно, когда читаешь, сразу примеряешь на себя. Не знаю, как бы я себя вел. Это очень героические люди. Нагрузка у актеров колоссальная. Помимо своих ролей в их руках оживают куклы. С помощью этого художественного приема гораздо точнее и выразительнее показана пластика умирающих от голода людей. В куклах определенно есть какая-то некая отстраненность. Мы же все равно воспринимаем людей как людей. А кукла – это все-таки знак. И некоторые вещи сложно дать живым человекам. Мы не готовы смотреть умирающего человека. А знак нам немного считывать лучше, удобнее. Для постановки было изготовлено 13 кукол. 8 из них одеты, 5 – из белого поролона. Это уже просто тела. Куклы оживают и становятся героями спектакля, погибшими в блокаду ленинградцами. Вы знаете, это как машина времени. То есть сами куклы для нас – это как раз те люди, которые были. Потому что они действительно какие-то живые. И с каждой репетиции они все больше и больше оживают. Первый гром. Какой приятный звук. Это небесный звук. Не похоже на обстрел. Слово «гикотомба» означает жестокое и бессмысленное уничтожение множества людей. Спектакль Яны Туминой не просто рассказывает о блокаде. Он передает ее ощущения. Да более страшные. Но несмотря ни на что, в итоге – жизнеутверждающие. У нас, ну, так сказать, основная, что ли, тема была все-таки такая, ну, человеколюбивая, что ли. Как дух. Мысли помогают человеку выжить. Все-таки помогают не потерять себя. Помогают все-таки оставаться, ну, насколько это возможно, ну, все-таки с прекрасной душой. У нас в гостях режиссер, педагог, дважды обладательница национальной театральной премии «Золотая маска» Яна Тумина. Яна, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы у нас. У Яны, как я уже говорил, премьера в театре на Литейном. Это спектакль, который называется «Гикотомба. Блокадный дневник». И об этом мы сейчас поговорим, но прежде я хотел бы вас поздравить с очередной «Золотой маской». Яна, каково это два раза подряд получать «Золотую маску»? Ну, во-первых, неудобно. Во-вторых, радостно. Но дело все в том, что если в том году «Золотая маска» она все-таки была принадлежностью команды, такой небольшой команды, которая сделала спектакль «Коля на сочинение», то в этом году это заслуженная награда огромного коллектива «Упсала цирка». Поэтому мы так бережно получили и сразу бережно передали ее. Упсала цирка. Да, Упсала цирка. Ну, и это, наверное, тот случай, когда они-то очень рады этой награде. Безусловно. Так нет, и мы очень рады. Ну, вы не спокойно отвечаете, да. Я понял. Вот. Ну, важно сказать, что просто Упсала цирка – это настолько смелая инициатива, это такое необычное место для нашего города, очень любимое многими людьми. И инициатива-то начиналась с очень небольших таких конкретных поступков, с определенных, ну, там, скажем, практически, ну, реального эксперимента. Поэтому маска в номинации «Эксперимент» она заслужена не только потому, что спектакль экспериментальный, а потому что само место, сам этот социальный проект – это уже эксперимент. Да, Упсала цирка вообще производят впечатление редкого места, где дело важнее, чем жест. Абсолютно. Ну, давайте перейдем к премьере в Театре на Литейном. Спектакль называется «Гекотомба», блокадный дневник. Что такое гекотомба? Ну, это такое слово, ну, вроде бы, ребусное, да, потому что, действительно, не все так сразу понимают, откуда оно. По созвучию оно как-то связано из блокады, да, гека, томба. И, ну, во всяком случае, у него есть конкретная расшифровка, которую мы можем все встретить в словаре. Это бесчисленное и неоправданное жертвоприношение. Обычно связывается там с войной, с эпидемией, с какой-то трагедией. А корневой имеет значение еще у Гомера мы это встречаем. И потому что это имеет отношение к античной мифологии. Мы так к античности не привязывались, хотя понимали, что масштабы блокады, они имеют, ну, вот такой архетип, да, такой древней трагедии, так мы можем сказать. Вот. Поэтому нам не просто это слово там пришло на ум, потому что оно там связано. Да, да, красиво. А потому что, во-первых, мы его встретили в дневниках ленинградцев, и даже в стихотворении Леонида Андреева есть это слово. То есть люди, которые переживали блокаду, и которые, например, подбирали слова. То есть это в дневнике Островской, которая очень точной литераторой могла как бы искать слова для описания этих событий. Она, например, это слово гекотомба в своем дневнике употребляет. Литературная основа для спектакля – это дневники или есть что-то еще? Сейчас расскажу. Да, это только дневники ленинградцев. Причем мы работали с замечательным писателем и редактором очень многих блокадных книг Натальи Соколовской. И поэтому у нас была такая и концептуальная задача, и на самом деле это оправдано, что мы не использовали никаких литературных текстов, а работали только с дневниками, которые были написаны в основном прямо во время блокады. То есть из воспоминаний мы только использовали небольшой, может быть, отрывок Лидии Гинзбурга. Главным героем, как я знаю, становится город, который видит архитектор, да? Так? Да, но мы вообще считаем, что этот спектакль – это такое признание в любви и посвящение городу, как, ну, не мистифицируя, но все-таки Ленинграду, как живому существу, как городу, который страстотерпится, так скажем. И действительно был выдающийся такой человек, Ильин Лев Александрович, который совершал прогулки по блокадному Ленинграду. Он такую миссию для себя выбрал – записывать свои наблюдения, делать эскизы, потому что считал, что вот завтра этой красоты может не быть. Естественно, никто не знал, чем все это закончится. И он стал таким архивариусом, таким наблюдателем, свидетелем всей этой красоты. Ян, ну, это тема, за которую, с одной стороны, все понимают, что надо как-то браться, а с другой стороны, многие не решаются. Потому что, ну, в Ленинграде, в Петербурге делать что-либо о блокаде – это огромная ответственность. Как это получилось? Ну, дело в том, что я вот так проанализировала, и тоже вот, может быть, благодаря каким-то последним интервью смогла сформулировать, что для меня очень важна тема преодоления страха. И вообще в своих последних спектаклях, и даже когда я там работаю с особыми детьми, я преодолеваю свой личный страх. Или когда я делаю спектакль об особом ребенке, я понимаю, что люди приходят со страхом, в театр уходят как бы счастливые, с каким-то покоем внутренним. Вот меня привлекают такие темы, видимо, потому что мне очень важно преодолевать страх вообще самой, как художнику, и пытаться помочь преодолеть страх зрителя. Я надеюсь, что мы тоже преодолеем страх. 5 июня, друзья, следующий показ спектакля в Театре на Литейном. Яна, спасибо вам большое. А в эфире наша постоянная рубрика «Афиша». Какой ложкой ел вещи Олег и Иван Грозный на выставке средневековых деревянных ложек от грубых экспонатов образца 860 года до украшенных замысловатыми орнаментами костяных ложек 13 века? История города в газетных строчках. 1 апреля исполнилось 100 лет газете «Лужская правда» старейшему районному печатному изданию не только Ленинградской области, но и всей нашей страны. На выставке газеты разных лет, типографское клише для распечатки фотографий, линейка «Стракомер» для верстки гранок и другие экспонаты. Примерить на себя средневековое платье или рыцарские доспехи, пострелять из лука и арбалета или получить урок фехтования. Все это возможно на интерактивной выставке в рыцарском зале Выборжского замка. Программа НЛО, как следует из названия, проект с постоянной геолокацией Ленинградской области. Но иногда и на территории Санкт-Петербурга происходят события, связанные с 47-м регионом. Вот, например, смотрите. 24 апреля в арт-пространстве мастерской художника Тумана Жумабаева открылась выставка, посвященная Старой Ладоге. 24 апреля на Васильевском острове открылась новая арт-пространства. Оно же – мастерская петербургского художника Тумана Жумабаева. Открылась она выставкой «Старая Ладога. Взгляд сквозь время». Археологические находки, документы, фотографии были дополнены полотнами художника с видами Старой Ладоги. Тема Древней Руси – одна из любимых в его творчестве. Поскольку Старая Ладога является первой столицей России, тем более у него архитектура, это просто уникально. Такие архитектуры практически в мире нет. Я даже уверен, что такие архитектуры, как Старая Ладога, где создан такое наследство могло быть у тех народов, которые были очень высокоразвитые духовно. Я считаю, что Старая Ладога – это жемчужина России. В 2004 году художнику уже была выставка под названием «Зима в Старой Ладоге». Через 14 лет он снова решил вернуться в эти места. Команда арт-пространства Тумана Жумабаева обратилась в Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук. Ученые этого института занимаются археологическими раскопками в Старой Ладоге. Из своих запасников для выставки они передали действительно уникальные фотографии. Мы обратились к Институту истории материальной культуры Российской Академии Наук. Это бывший императорский институт, который всю жизнь работает в Старой Ладоге, занимается там археологическими раскопками. Здесь предоставлены фотографии, которые вы видите не впервые, а первыми. Этих фотографий не было до революции. Для нас их специально сделали подборку и оцифровали. Они не только представляют научный, понимаете, интерес, они представляют познавательный. Мы увидим виды Старой Ладоги, работы реставрационные, первые работы в Георгиевском храме. Именно благодаря этим снимкам сформировалась концепция выставки «Взгляд сквозь время». Картины Тумана Жумабаева соединяют прошлую и современную жизнь первой столицы Руси. Больше всего работ художника выполнена в технике, хорошо знакомой ему еще со времен учебы в Ленинградском художественном училище. Это живопись мастихином, когда с помощью стальной лопатки можно создавать красивую и сложную фактуру. Знаете, техника, когда в бою, любое средство, она нужна. Инструмент является средством, чтобы что-то передать, внутреннее ощущение. А так, в основном, я мастихиной работаю. Я считаю, что это довольно сложно. Когда я учился, я художник-реставратор учился. Я реставрировал иконы. Тогда, конечно, мы мастихиной много работали. Видимо, от этого я оттолкнулся, вот, с мастихиной. Я сейчас и картины пишу. Имя Тумана Жумабаева известно не только в нашей стране, но и во всем мире. Теперь в открывшемся арт-пространстве познакомиться с его полотнами сможет любой желающий. А ближайшая выставка пройдет в Климентовской башне Старой Ладожской крепости в июле и будет посвящена его любимой теме Древняя Русь. Наш следующий рассказ о храме Святой Троицы, который расположен в населенном пункте гора Валдай. Это название идет от финского Харья-Вальда, то есть волость, расположенная на возвышенности. Именно здесь, в живописном месте на берегу Финского залива расположился храм авторства Василия Антоновича Косякова, архитектора, создавшего морской собор в Кронштадте. В деревне гора Валдай уже более восьми лет проходит реставрация храма Святой Троицы. Началась его история в конце 19 века, когда земли принадлежали купцу Ивану Агаповичу Воронину. Тогда храма еще не было. Люди были все очень верующие и ходили за примерно где-то 7-10 километров по болотам каждые выходные в Каваши. Там стоял храм. Он, к сожалению, утрачен полностью, разрушен вообще. Вот. И Иван Агапович, будучи человеком с ярославских мест, он был очень верующий, и решил построить храм. Первая закладка камня состоялась в 1899 году, и уже через 4 года храм Святой Троицы был освящен протеереем Иоанном Кронштадтским. Храм выполнен в русско-бизантийском стиле архитектором Василием Косяковым, построившим более 30 церковных строений в Петербурге и Ленинградской области. Построенной из камня с узорчатыми фасадами, настенной живописью, церковь Святой Троицы была похожа на чудо из русской сказки. Однако функционировала она недолго. С приходом советской власти ее закрыли и использовали для склада Министерства обороны. Храм был разрушен, остался без крыши и внутреннего убранства. И до 2000 года стоял заброшенным. Видели-то его все, просто не каждый, допустим, бы захотел. Ну, все-таки это страшно, это же очень... Ну, представьте, если снять леса, то есть здесь 20 метров высоты, ну, он без крыши был, на нем росли деревья. Спасло его от обрушений из-за того, что в свое время, ну, делали все это, как сказать, с двойным запасом прочности. То есть, когда мы вскрыли там внутри, под кровлей уже кирпич, ну, один слой кирпича сняли, там под ним была гидроизоляция. И она держала, то есть, ну, не давала кирпич разрушить. Активные восстановительные работы идут уже 8 лет. За это время была полностью сделана колокольня из 10 колоколов, самая тяжелая из которых весит 800 килограммов, поклонный крест, решетки для ограждения клироса. Все двери в храме были воссозданы по одной оставшейся и полностью дублируют оригинал. Одна из главных святынь иконы первого настоятеля церкви, преподобно-мученика Маврикия, причисленного к лику святых. В единый архитектурный ансамбль с храмом входят конюшни, теплица и дом, в котором когда-то проживала семья купца Ивана Воронина. Все объекты находятся в практически разрушенном состоянии, неизвестно, удастся ли их восстановить. Ремонтные работы храма ведутся только на пожертвования и требуют много времени, как для изучения исторического материала, так и для воплощения идеи в жизнь. В некоторых местах частично сохранилась роспись. К счастью, удалось найти фотографии и в ближайшем будущем художники примутся за работу. С самого начала всеми восстановительными работами руководит главный инженер храма Александр Кузин. Я не реставратор, не могу назвать себя реставратором, но вот пришлось руководить. Ну, вроде страшно, а с другой стороны уже не страшно. Страшно, наверное, было, когда там стоял один и крест когда ставили, когда там только за воздух можно цепляться, больше ни за что. Вот это, наверное, хотя, может, не страшно. Кто ее знает. Это казалось, что страшно. Через года, через века помните. Именно эта строчка из стихотворения Роберта Рождественского стала названием выставки в Сосновоборском художественном музее современного искусства. На экспозиции собраны произведения известных скульпторов, художников и детские рисунки, рассказывающие о годах Великой Отечественной войны. Каждый год в преддверии праздника Дня Победы в Сосновоборском художественном музее современного искусства открывается традиционная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В этом году ее название строчка из стихотворения Роберта Рождественского «Через века, через года, помните». На выставке представлены произведения ленинградских художников и скульпторов Александра Харшака, Андрея Ушина, Марка Абрамова, Виктора Вильнера Филиппа Махонина и многих других. Сотрудники музея объединили работы известных художников с детскими рисунками о войне, чтобы показать, насколько тонко и сильно дети чувствуют опасность. Также здесь есть две инсталляции. Одна из них называется «Лежат под землей солдаты и нет безымянных солдат». Вот случайно, это привал у солдат, а здесь следы людей, там белые, черные следы, говорит о том, что плохие, хорошие люди попадают вот в эти ситуации. И тот солдат, который устал, он сейчас, он здесь, он сегодня, он тебя защищает, спасает. И хлеб, и тоже маленькие следочки ребенка. Когда ребенок рождался, выпекали хлеб, отламывали кусок и говорили, положи в колыбельку, клали. Это его часть. Отдавали остальное матери, отцу, крестной матери. Отсюда и произошло, что ребенок рождается на счастье. И солдат, который на секунду взял аккордеон, баян, гармошку на том привале солдатском, он даже не думал о том, что вот эти люди, которые рождены для счастья, они зависят от него. Он защищал Родину. Вторая инсталляция посвящена письмам. Среди них есть письмо от солдата, жившего перед войной в деревне, на месте которой сейчас стоит город Сосновый Бор. Он писал с фронта письма родителям, своей девушке Тамаре, которая через много десятков лет, он погиб, так и не дождалась его. Она принесла в музей его письма. И вот для того, чтобы опять-таки почувствовать вот эту близость бессмертного полка и каждой судьбы солдата, погибшего, выжившего, чтобы почувствовать все это, мы и сделали инсталляцию. Возможно, одной из самых ярких и пронзительных работ на выставке является знаменитый афорт «За что?» или «Раненый ребенок» Александра Хоршака, ставший одним из символов блокадного Ленинграда. Художник нарисовал портрет четырехлетнего ребенка, раненого во время артиллерийского обстрела. Позже его напечатали на афортном станке. Сначала на железной пластине процарапывают рисунок, потом протравляют кислотой, потом втирают краску, потом вставляют в афортный станок, потом начинают печатать. Вот это получается афорт. Как и каждый год, выставка начинается в музее в преддверии Дня Победы, а закончится она 21 июня, в последний мирный день. Ведь 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся земля не стоит даже одной капли бесполезно пролитой крови. Так говорил Александр Васильевич Суворов, знаменитый полководец и основоположник военной теории. Именно об этом, вернее, об истории военных училищ и задумались в Гатчине, ведь в Гатчинском дворце открылась постоянная экспозиция «Гатчинские гардемарины». Дело в том, что в послевоенное время и до 1960 года здесь располагались военные училища. Подробности в нашем сюжете. Кто такие гатчинские гардемарины и что делали они в Гатчинском дворце, рассказывает новая постоянная экспозиция. Она посвящена послевоенному периоду в истории дворца, когда стало ясно, что денег на его восстановление нет и в ближайшие годы не предвидится. Издание отдали военно-морским училищам. Училище у нас было элитным. Сюда принимали золотых и серебряных медалистов или тех, кто прослужил уже на флоте. И поступал сюда один из десятерых желающих. Училище просуществовало здесь до 1960 года, выполнив шесть выпусков. Это память дружбе. Ребят, которые не забыли время своей молодости и память о том периоде, когда Гатчинский дворец поменял профиль. Курсанты Высшего военно-морского радиотехнического училища после выпуска каждые пять лет встречались у здания дворца. Традиция продолжается до сих пор. Они стали приносить нам фотографии, свои воспоминания, какие-то предметы обмундирования. Партных фактов накопилось очень много. Чудом удалось найти вот эти парты. Табуретки-баночки в училище Попова. Они лежали на складах всеми забытые. Шкафы, два шкафа для оружия, которые называли пирамидами в курсантские времена. И еще многое-многое другое, из которого получилась уже постоянная экспозиция. На выставке собраны учебники, конспекты и шпаргалки того времени, дипломы, письменные принадлежности, множество фотографий. Сохранились даже два одеяла, которые дарили выпускникам. Мы просто воссоздали в этом помещении уголок такого кубрика с двухэтажной самой первой кроватью, с вот этими выпускными одеялами, с предметами обмундирования. И там еще очень интересные экспонаты, сохранившиеся образцы так называемого морского сервиза. Там кружка и тарелка. Советские курсанты в шутку называли себя гардемаринами, ведь это слово переводится буквально как «защитники моря». Пошутить студенты любили. В день выпуска наряжали памятник Павлу Первому в тюняшку. В честь недавнего юбилея подготовили целую выставку с шаржей на самих себя. С юмором легче проходили и весьма непростые учебные будни. Наши дизайнеры выложили слово «Гатчина» с помощью точек и тире. И вот точками и тире служат фотографии разных лет, где изображены курсанты в разные периоды своего обучения и досуга. Но, во-первых, у них строевая подготовка проходила в парке. Здесь были озера, на которых проходила их шлюпочная подготовка. Можно было выйти из дворца, сесть в шлюпки и тренироваться, и ходить под парусом. Курсанты занимались и фехтованием, и боксом. Ну и бегать, и ходить на лыжах их тоже тренировали. В 1960 году училище перевели в Петергоф, а помещение отдали научно-исследовательскому институту «Электронстандарт», который работал со средствами связи для нужд космической промышленности. И это был еще один долгий и малоизвестный этап истории дворца. На календаре 31 мая, а это значит, что завтра 1 июня. Календарное лето начинается. Время пикников, костров и комаров. Ну, а мы здесь в программе НЛО подумали, где бы вам реализовать свои гастрономические фантазии, и, более того, сделать это полезно. Прямо сейчас смотрите рецепт самого лучшего летнего блюда – брускетты. Полтора года назад во Всеволожске открылась студия «Мамина кухня». Здесь можно не только научиться готовить, но и познакомиться с кулинарной историей разных стран, а также приготовить любимые блюда известных героев, книг и фильмов. Здесь интересно всем – и детям, и взрослым. Маленьких посетителей учат сервировки стола, основам кулинарии и здоровому питанию. Сюда приходят даже трехлетние ребята, для которых работает школа поварят. Для взрослых мастер-классы в студии «Мамина кухня» давно уже стали местом встречи любителей кулинарии, где они могут поделиться друг с другом интересными рецептами, научиться делать что-то новое и провести время в компании единомышленников. У нас, например, девочки, очень многие, кто-то, например, сам варит сыр, кто-то делает домашние конфеты, кто-то делает хлеб. То есть у всех свои увлечения, но при этом кулинария на всех объединяет. Особенность студии – тематические мастер-классы, посвященные книгам, фильмам и сериалам. Здесь читают Пушкина и Гоголя, а после готовят русскую кухню. Вспоминают любимые блюда героев серии книг о Гарри Поттере, «Тыквенные пирожки», «Пастуший пирог», «Сдобные котелки», «Каменные кексы» и многое другое. Каждая книга, возьмем русскую, зарубежную литературу, без разницы, она содержит обязательно какие-то рецепты. Мы готовили знаменитый пирог. У Агаты Криста несколько есть произведений, в которых были отравлены главные герои именно этим пирогом. «Сладкая смерть» он называется. У нас было по Джейн-Эйр несколько мы готовили сконы английские, чаепитие у нас было в английском стиле, мы делали персиковый чай специальный с пузырьками. Основное направление – это кулинарные путешествия. Грузинская, паназиатская, мексиканская, греческая, испанская, французская кухня не перечислить, сколько ароматов, традиций и особенностей здесь можно узнать. Мы же попали в страну, где любимые и наиболее часто используемые продукты – это помидоры, зелень, сыр, приправы и соусы в Италию. У итальянцев, кстати, у них очень принято, особенно в небольших деревушках. Вы можете ехать, и, например, проезжая мимо дома, у них у всех вывески на окнах, блюдо дня, откуда это пошло. Вы можете заехать и попробовать семейный обед. То есть то, что они едят, они предложат вам. На нашем мастер-классе блюдом дня стала брускетта – традиционная итальянская закуска. Отличается она от бутерброда тем, что хлеб обязательно обжаривается. Он должен получиться с золотистой корочкой и мягким внутри. Дальше все зависит от вашей фантазии или от продуктов, оказавшихся под рукой. В классическом варианте нужно приготовить соус песто. Базилит, кедровые орешки, сыр пармезан мелко перемалываются и смешиваются с оливковым маслом. С начинками для брускетты можно экспериментировать. Она отлично сочетается с помидорами, беконом, спаржей, яйцом, курицей, авокадо, любыми видами сыров, а также с клубникой, ананасами и абрикосами. Вообще, как считают итальянцы, они всегда говорят, что должно быть всего понемножку. То есть должно быть и сладкое, и кислое, и соленое. Это три кита итальянской кухни, скажем так. Брускетту называют гастрономическим чудом. Интересно, что популярное уже во всем мире блюдо изначально задумывалось, как способ дегустации оливкового масла. И только потом придумали выкладывать на хлеб соусы, овощи, чеснок и другие ингредиенты. Несомненный плюс итальянской закуски в том, что она быстро готовится и не требует особых кулинарных талантов. Брускетта настолько популярна в Италии, что из ее рецептов можно составить большую кулинарную книгу. Однако основа основ – это поджаренный в оливковом масле хлеб чабата, смазанный предварительно чесноком. Это вкусное блюдо, которое интересно готовить. А главное, сложно найти человека, которому бы не понравился этот вкусный итальянский бутерброд. Вот, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Напомню, мы подводили итоги мая. В следующий раз мы увидимся 14 июня. Июнь – прекрасное время для того, чтобы путешествовать по Ленинградской области. Именно поэтому наша следующая программа будет посвящена крепостям и тайнам, которые они хранят. Кстати, по-прежнему работает наш адрес электронной почты, так что пишите письма, мы прочитаем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова